Слава Богу, братья и сестры! Слава Богу! Мы продолжим нашу тему в надежде. И я бы хотел так сразу начать с мест писания. Может, какие-то будут повторяться. Вот Сергей уже начал пропасть. И для нашего назидания и повторения. Время нам написано так. От терпения, опытность, от опытности надежда. Также Римлянам 5, глава 5 стих. Надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 8, 24. Ибо мы спасены в надежде. Надежда же, когда видит, не есть надежда. Ибо если кто видит, то чего ему и надеяться. И 1 Коринфянам 13, 13. А теперь пребывает СИИ-3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них более. И рассуждая на тему надежды, я так обратил внимание, что сама надежда, она как такой термин, она не самостоятельна. Всегда с надеждой сопутствуют какие-то другие определенные вещи в нашей жизни. И я так решил обратиться к словарю и узнать, что же значит слово надежда. Надежда – это уверенность в осуществлении чего-либо радостного. И так в нашей жизни бы хотелось действительно задать вопрос. Надеялся ли когда-либо человек на что-то плохое? Да, есть злые люди, которые надеются, что что-то произойдет у его соседа, и вот наконец-то это произойдет, и он вот задумается, и вот что-то произойдет. Но когда человек надеется для себя, он всегда ищет чего-то радостного. Эта надежда всегда на благое. И хотелось так привести краткий такой пример с моей жизни. В общем-то я так провел для себя параллель, и надежда – это как нога. У нее всегда есть пара – это вера. Так же, как в этом месте Священного Писания, а теперь приводится и три – вера, надежда, любовь. Они не существуют отдельно, они всегда вместе. И эта любовь, она является в нашем сердце, я так понимаю. И как две ноги, да? И вот у меня был опыт недавно, буквально около двух месяцев назад, у меня не было возможности ходить, у меня отсутствовала одна нога. В силу обстоятельств. И я вам хочу сказать так, что каждый день, когда ты просыпаешься, вот у тебя есть та надежда, что вот-вот это произошел заживелительный процесс. Вот я сейчас встану и я пойду. И ты кормишься этой надеждой из дня в день, из дня в день ты об этом думаешь, и у тебя есть такая надежда. И ты в это старайся верить, что все сделали правильно, что врачи провели грамотную работу и что это будет так. И я вам хочу сказать, что действительно, надежда помогает. И вопрос такой, без чего же не может быть надежда? Без веры. Примеры я хотел привести из Библии, и я не буду зачитывать из Ветхого Звета, я хочу вспомнить так устно и вместе с вами порассуждать. Пример такой человек, как мужик Божий я хотел привести Авраам, был человеком веры, он имел надежду, и она всю жизнь сопровождала его. Вспомним даже, когда его возвал Бог и сказал выйти ему из его земли и двигаться в землю ханаанскую, и он тогда послушался, и он пошел, и видели, насколько он был близок с Богом, и насколько двигала им та надежда и вера. Пример Иосифа, продан в рабство, но он сохранил веру, сохранил ту надежду, находясь в темнице, находясь в лишениях, он сохранял ту надежду и продолжал надеяться и верить на Господа. Что мы видим, что ему это все вернулось и в большое благословение он стал вторым после Фарона. Также пример Давида, был юн и была победа над Голиафом, кто вспомнит эту ситуацию, когда молодой юноша, без опыта войны, не проходя подготовку, вышел на поле сражения и победил великана, одним всего лишь камнем. Почему? Потому что его надежда была на Христа. Хочу вернуться или перейти далее к Новому Завету и, конечно же, в пример я хотел бы привести нашего самого Господа Христа. Это записано в Луки 22, глава с 40 по 46 стишок. Прияжий невеста сказал им, молитесь, чтобы не впасть в искушение. И сам отошел от них на вержение камня и, преклонив колени, молясь, говоря, Отче, ой, если бы ты благослови, пронести, благоволил, пронести чашу сию мимо меня, впрочем, не моя воля, но твоя добуя. «Явился же ему ангел с небес и укреплял его, и, находясь в борении, прилежнее молился, и был под его, как капли крови, падающие на землю. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали, и сказал им, что вы спите, встаньте и молитесь, чтобы не впасть в искушение». Здесь мы видим великий пример Христа. Да, это был Христос, он знал этот план, он был сам сыном самого Бога. И в том моменте он был в теле человеческом, ему было действительно тяжело, но он возлагал свои надежды. И даже когда он говорил, если минует меня чаши сия по твоей воле, но да будет воля твоя. И он в этом моменте, он полностью возлагал всю свою надежду на Господа, его Отца. Я хотел бы здесь более обратить на одно местописание. Я это раньше никогда не замечал, но прочитав, я заметил это, это 45-й стишок. Встав от молитвы, он пришел к ученикам и нашел их спящими от печали. Я никогда не замечал это слово. Все вагелисты пишут, что он нашел их спящими, но только Лука написал, что они спали от печали. Теперь, была ли у них на тот момент вера и была ли та надежда? Как я уже ранее говорил, надежда это когда ты надеешься на что-то хорошее. Надеялись ли тогда ученики на что-нибудь хорошее? И Христос неоднократно говорил, что вот иду в Иерусалим, я пострадаю, я умру. И для них уже это как был приговор, у них не была уже надежды. Они знали, что он не сядет на престоле, он не сядет в храме, он не воцелится в Израиле, он идет на смерть. И в тот момент, я так понимаю, у них даже не было веры и надежды какой-то о чем-нибудь молиться. Они просто спали. И вот пример, параллель между Христом и людьми. Но хотелось так сказать, это ученики, которые ходили всю жизнь, всю жизнь Христа, которую он провел служение около трех лет, они ходили с ним, и они были рядом. И они постоянно понимали, изучали, понимали, что он хочет. Но, давайте скажем, это они так близко были с Богом. Но, давайте я приведу другой пример. И это записано от Луки, еще немножко дальше. 23 стишок, с 32 по 33. Это более простые люди, это были неверующие люди. Записано с 32, буду читать ниже. Вели с ними на смерть и двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобные, там распили его и злодеев, одного по правую сторону, а другого по левую сторону. Немножко ниже, с 39 по 43. «Один из повешенных злодеев засловил его и сказал ему, «Ты Христос, спаси себя и нас!» Другой же, напротив, унимал его и говорил, «Ибо ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же. Ибо мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. И сказал Иисусу, «Помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мной в раю». Сильнейший пример, так как человек, находясь на грани смерти, он уже висит на кресте, он осознает, что этот день – это его последний день. И он осознает, что вся его жизнь позади не являлась примером, не являлась по Божьим законам. И здесь, вися на кресте, мы видим две разные ситуации. Один из них, он не признает Христа, он ни в что не верит. Он верит в закон наказания. Он говорит, что мы осуждены, мы сейчас умираем просто. И вот спаси нас, если ты Христос. Даже как-то с насмешкой к Христу относится. Но второго сердца человека очень, на тот момент, я так понимаю, произошла большая перемена. В его сердце пришла какая-то, как говорили сегодня Сергей, вот это зернышко надежды. И он в каком-то таком понимании подошел к Христу с такого смирения. Он не мог склониться уже на кресте, он уже висел на кресте. Но он подошел, вот так вот склонился к нему и сказал, что «Боже, ну ты прости его, да, и прости меня, если ты разрешишь Христос». Вот с его сердца он как-то раскаялся. И на тот момент Христос, вися там, он продолжал иметь власть. Он мог сойти с того креста. И этой же власти он говорит ему, что «Ныне будешь со мной в раю». Вот такая маленькая надежда и перевернула всю жизнь человека. И хотелось бы так нам вместе с вами поразмышлять и подумать, на что возлагаем мы в нашей жизни надежду. Если у нас вера или у нас так часто не хватает той ноги, и мы хромаем, и нужно использовать какую-то помощь. И вот я хотел бы так, чтобы мы больше на это обратили внимание. И когда не хватает у нас веры, часто у нас в нашем, есть в нашем телефоне какой-то экстренный номер, да, мы позвоним человеку, или мы обратимся к какому-то близкому человеку и просим помощи. Но Бог наш, Бог-левнитель. И Он часто видит нас, когда мы вот такие уверенные, когда мы надеемся, возможно, на финансовую часть, может быть, еще на что-то, на какую-то помощь извне. Но на Христа у нас нет надежды и нет той веры. И Христос, Винитель, Он стучит. Он показывает нам, что в какой-то короткой промежутке времени ты можешь потерять все. Ты можешь потерять финансы, ты можешь потерять здоровье, ты можешь потерять большую часть того, что ты имеешь. Да поможет нам Бог иметь ту надежду и ту веру, и упование возлагать только на Христа. Аминь.